Что сегодня вы празднуете один из этих праздников. Их много и действительно сегодняшний день богат на праздники. Слушайте, я тут подумала, в 1860 году когда-то в Париже какой-то очень молодой креативный предприниматель открыл первую кофейню. И спасибо огромное ему за это, потому как каждое утро я начинаю с кофе. Я думаю, что вы тоже. И сегодня мы по этому поводу пригласили в гости предпринимателя. Замечу, это победитель конкурса молодых предпринимателей Галина Белоконная. Здравствуйте, Галина. Доброе утро. Вот только что, насколько мы знаем, прошла ярмарка предпринимательских инициатив. Вы были участником и победителем в данном случае, это региональный этап. У меня к вам серьезный такой вопрос. Во-первых, с какой идеей вы победили? Да, вы правы, была победителем регионального этапа молодых предпринимателей России. И с какой идеей? Это детская бизнес-школа. Идея развития детей в плане soft skills навыков, то есть это лидерство, это ораторское искусство, это работа в команде, конфликтология, это ораторское искусство, эмоциональность, все виды мышления, а также бизнес. И вот на данный момент развиваю уже почти второй год данную нишу. Достаточно успешно, как показывает практика и как показывает вчерашняя награда. Мы от души вас поздравляем с этой победой. Галина, скажите, что касается участников, какой из проектов вас впечатлил? Может быть, их было несколько. Что это за проект? Расскажите. Вы знаете, очень сложно сказать, что впечатлило. Потому что я очень уважаю всех своих коллег, и у них достаточно разнообразные, очень интересные, очень классные ниши. Это может быть что-то творческое, то, что они рисуют художника, рисуют на различной сувенирной продукции. Это фруктовые чипсы, это невероятно вкусно, причем, что производят ребята-студенты. Это салоны красоты, которые открывают молодые девочки, причем, что уже мамы нескольких детей, и тем не менее, они до 30 лет. Это одежда, личные бренды одежды, это вырезка из камней, какая-то сувенирная продукция. И здесь отметить что-то одно, ну, это просто, я не знаю, невероятно сложно будет для меня. Все проекты невероятно интересные, и мне кажется, они все заслуживают победы. А, знаете, опять же, следующий вопрос, говоря о молодежи, о предпринимательстве, каким видят наш Севастополь молодые предприниматели? Будут ли это на проектах аллеи для влюбленных? Будут ли это, может быть, парки для пожилых людей? Сегодня мы празднуем и этот праздник. Скажите, или это, возможно, будут только торговые-торговые-торговые комплексы? Вы знаете, мне очень отрадно, что молодое поколение, молодежное предпринимательство в Севастополе мыслит немножечко иначе. Мы мыслим именно не только чисто социальный проект или чисто коммерческий проект. В основном у всех ребят идет что-то связанное с социальным предпринимательством, так или иначе мы вплетаем это в нашу деятельность. Что мы видим? Мы видим какую-то боль, ну, к примеру, там, я вижу боль в образовании, я создаю то, чего нет. И тем самым решаю проблему в данном случае в своем городе, для того, чтобы будущее поколение получало те навыки, которых не дают в школе. Кто-то видит большую боль в том, что салоны красоты, они, ну, просто с плохим сервисом. И решают эту проблему. И мы действуем таким образом, что мы видим боль, мы решаем ее и тем самым улучшаем свой город. Реализовываем коммерческие проекты, но в то же время вплетаем в социальную какую-то деятельность. Я правильно понимаю, что победители получают грант. И вот вы получили грант. И что дальше с этим делать? Не совсем так, потому что гранты – это была отдельная история. Мы стали грантополучателями нескольких конкурсов. Данный конкурс – это только региональный этап. На Всероссийском не знаю, какой приз будет, но тем не менее. Поводу грантов тоже с удовольствием поделюсь. На самом деле сейчас просто невероятная поддержка от города, от города Севастополя. И спасибо за это большое. Зеленый свет молодежному предпринимательству дали. Есть гранты от Департамента экономического развития, от Управления по делам молодежи. Есть международные какие-то гранты, есть российские гранты. Здесь вопрос в том, что молодой предприниматель ищет оправдание себе, что у меня все не получается, что-то сложно. Или же как раз-таки ищет возможность и находит. И спасибо Севастополю еще раз за то, что у нас есть возможности. Мы их находим, мы пользуемся, получаем гранты и реализовываем свои проекты. Огромное спасибо вам за эту встречу. Я еще раз напомню, что у нас Галина Белоконная, победитель конкурса молодых предпринимателей. И я убеждена, очень скоро невероятно известное имя и очень красивый, молодой, перспективный, я бы сказала. Ну и надеюсь, в дальнейшем богатый предприниматель. От души поздравляю за эту победу и, собственно говоря, спасибо за эти идеи вам. Ну что, друзья мои, Севастополь, шикарного вам настроения, каких-то тоже невероятных идей, которые однозначно воплотятся в жизнь. Студия, вы меня слышите? Маргарита, Кирилл, как у вас настроение? Как у вас чашечка кофе? Ждете нас в гости? Спасибо.